МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это телемарафон 31 Оливье. Новый год уже не за горами. Надо быть в форме. Ну, в форме так в форме. Предлагаю сегодня поговорить о спорте. Как раз сегодня у нас самые спортивные гости. Давайте с ними знакомиться. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, в нашей студии министр спорта Камчатского края Константин Хмелевский и наша землячка, спортсменка-чемпионка мира по рукопашному бою Наталья Сафронова. Здравствуйте! 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 Спорт – тема обширная. Говорить о ней можно много. Сегодня будем подводить итоги, будем планировать. Но прежде о наступлении главного праздника страны. Как ваше настроение? У меня супер. Уже готовитесь? Чувствуете эту атмосферу новогоднюю? Конечно. Настроение отличное. Поэтому, конечно, есть куда посмотреть назад. Есть о чем задуматься в будущем. Поэтому и настроение, самое главное, оно на позитиве. Вот как-то понятно, что работа министра, она очень напряженная. Это вечно на звонки, в принципе, дома, наверное, вообще не бываете. Но вот о новогодних хлопотах, подготовках к Новому году. На чьи плечи это ложится? И участвуете ли вы в этом? Дом украсить, подарки купить? Если честно, я мало в этом участвую. Я больше, наверное, к организации, а куда поехать в новогодние праздники? То есть где провести это время? Ну, спортсмена тоже с определенным ритмом. И иногда даже не до Нового года. Но, Наталья, у вас будет в этом году Новый год и новогодние хлопоты? Я надеюсь, что будет, потому что главные старты уже позади. Будем готовиться к новым. А сейчас как раз самое время немножко дать себе отдохнуть. Отлично. Но прежде чем мы перейдем к серьезным темам, предлагаем посмотреть наш традиционный календарь. Он расскажет нам о том, какой сегодня день. Во всем мире сегодня отмечают Международный день обезьян и день бесплатной доставки. А в России празднуют Наумов день. В этот день, в 1911 году, экспедиция Руаля Амутсона впервые достигла Южного полюса. А в 1958-м советская Антарктическая экспедиция впервые достигла полюса недоступности Антарктиды. Именинники дня – известный предсказатель Нострадамус и русский портретист Николай Кузнецов. Сегодня день бесплатной доставки. Однажды в США необычная пиццерия получила заказ на доставку порядка 14 тысяч единиц пиццы. Его сделало руководство одной из крупных компаний. Заказанную пиццу развезли в 180 офисов, где ей утолили голод примерно 40 тысяч работников. В этот день, в 1943 году, Политбюро утвердило государственный гимн СССР. Уже в ближайшую новогоднюю ночь советские граждане впервые услышали «Союз – нерушимый республик свободных». Сейчас текст иной, а вот музыка та же – композитора Александра Александрова. «Союз – нерушимый республик свободных» Чем ближе к Новому году, тем дни как-то получается насыщеннее и праздников больше. Но на самом деле настоящий праздник подарила нам Наталья в этом году. Ваш титул – это, наверное, радость для всей Камчатки. Расскажите о том, как это было. Это было очень волнительно. Это был, пожалуй, самый трудный старт из всех моих соревнований, так как подготовка была очень серьезная. Если сказать простым языком, я просто выпала из жизни. Я не встречалась с друзьями, редко отдыхала. Все мое время было направлено на подготовку. И результат предошел в себя. Давайте чуть подробнее. Вы стали чемпионом мира по рукопашному бою. Где проходили соревнования? Ну и как стать чемпионом? Какой это путь? Это тяжелый очень путь. Ну давайте вернемся к соревнованиям. Это проходило в городе Ташкент. Нас очень хорошо встретили. Российская сборная была просто на высочайшем уровне подготовлена. Ну и сами соревнования были очень классно подготовлены. Организаторы большие молодцы. Обстановка на соревнованиях была накаленная. Очень накаленная, потому что как сборная России, так и сборная Узбекистана мы являемся, скажем так, фаворитами. И гости в этот раз устроили нам очень жаркий прием. Были какие-то закулисные вещи? Были, но не знаю, стоит ли об этом говорить. Конечно стоит, расскажите всем. Сейчас уже все прошло, я думаю, можно какие-то вещи рассказать. Могу сказать про свою соперницу, про финальную. Финал был тоже достаточно очень трудный. Самый трудный из всех соревнований. И были, скажем так, очень грязные моменты, которые мне не нравились. У меня характер, скажем так, очень вспыльчивый. И я тоже показала свое негодование, недоумение во время финала. Большие ставки, большой риск. Да. Тем более, учитывая, что они знали, что я поеду, они готовили под меня двух своих спортсменок. Но не получилось. И ввиду очень грязной техники, очень было вопросов к узбекской стороне. Ну, естественно, это все проигнорировали. По итогу все равно победила я, уверенно победила. Но соперница с этими согласилась. После объявления победителя меня, скажем так, встретили ребята с узбекской стороны за кулисами соревнований. И решили, видимо, еще раз проверить, кто сильнее. Но, слава богу, все обошлось. Так как я всегда говорю, что хочешь доказать, ну, докажи, значит, это на ринге. Обошлось только словами. Слушайте, а каково морально держаться в такие напряженные моменты, на чужбине? Тяжело. Кто вас поддерживал? Тренер. Он всегда со мной, всегда летает на любые соревнования. Это уже можно сказать как талисман. Вот если я знаю, что он со мной едет, значит, победа будет 100% наша. Будем поддерживать такие успехи. Ну, предлагаю вернуться к теме Нового года. 31 число – это, как правило, время, когда все начинают худеть, а потом резко набирать. Как к 31 числу выглядеть идеально? Вот вы, как люди спорта, подскажите секрет нашим жителям. Мне, как спортсмену, проще, потому что я всегда должна быть в идеальной форме. Выбора просто нет. Выбора нет. Мне проще. И я уже привыкла к этому, что постоянно надо держать себя в режиме, в рамках, чтобы всегда быть готовой. Камчатка всегда славилась своими спортивными достижениями. И этот год исключением не стал. Об успехах наших спортсменов в 2021 году. Я предлагаю посмотреть сюжет, а потом вернемся и продолжим. Год, как говорится, выдался золотым. Спортсмены полуострова принесли в копилку медалей немало наград. Так, камчатские горнолыжники победили в командном зачете чемпионата России. Спортсмены боролись за победу в дисциплинах. Супергигант, слалом-слалом-гигант и в командных соревнованиях. Итог. Четыре золотые и четыре бронзовые медали. Мы всегда рады вас видеть, рады приветствовать на Камчатке. И хочу пожелать, чтобы горные лыжи на Камчатке развивались и шли только вперед. Лучший сноубордист мира тоже родом с Камчатки. Даниил Донских занял первое место в мировом первенстве по сноуборду. Ему присвоили звание мастер спорта России международного класса. Большие соревнования, в которых участвовало более 500 спортсменов из 30 стран, прошли в Красноярском крае в марте. Мы победили! Команда школьников из Камчатского края «Дети гор» второй год подряд одержала победу в межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности». В этом году состязания прошли в Чите. В течение пяти дней ребята со всего Дальневосточного федерального округа боролись за звание лучших. Самый легкий этап это, наверное, были узлы, а самый сложный – маршрут выживания. В июне этого года домой с большой победой вернулись и камчатские футболистки из детского клуба «Камчадалочка». Они взяли золото на всероссийских соревнованиях. Это первая команда девочек с Дальнего Востока, добившаяся такого результата. Мне еще с детства нравился футбол, и я решила им пойти заниматься. А занимаюсь я второй год уже. Я хочу играть за сборную России женскую. Чемпион России по боевому самбу в марте и чемпион мира в ноябре. В этом году уроженец Чечни шейх Мансур Хабибулаев выиграл две золотые медали. Одну из высших наград он завоевал на 34-м международном турнире по боевому самбо памяти Виталия Гордеева, который проходил в начале августа в Киргизии. В ноябре с очередной победой камчатский спортсмен вернулся из Ташкента, где прошел 46-й чемпионат мира по самбо и боевому самбо. Шейх Мансур победил в пяти поединках, выиграв титул чемпиона мира в третий раз подряд. «По-любому надо было побеждать. Мы готовились к этому, шли, и на ошибку мы не имели права, так как сильно готовились к этому». Всего на данный момент камчатскими спортсменами завоевано 525 медалей в межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях по 26 видам спорта. Константин Валерьевич, вы посмотрели сюжет «Гордитесь успехами наших спортсменов». Может, какие-то хотите выделить особо? Конечно, гордимся успехами. В этом году у нас 581 медаль российских, международного уровня. И есть чем гордиться по сравнению с прошлым годом. И, конечно же, мы гордимся Наталье. Не могу бы предсказать, она рядом сидит. Благодарю. Да, чемпион мира по рукопашному бою. И хочется, на самом деле, тоже вот не так давно прослушать тоже события. У нас появился впервые тоже на Камчатке. Это чемпион мира, да, по венеорам, по армрестлингу. Игорь Киржановский выступил в Румынии. И я считаю, тоже колоссальный результат. У нас прекрасные были с начала года тоже результаты. Вероника Степанова, тоже чемпион мира по лыжным гонкам в венеорах. И участвовала также в командном счете по взрослых лыжных гонкам. У нас Юлия Плешкова, также участник и победительница. Поэтому можно бесконечно говорить о наших результатах. Огромные и в кикбоксинге. И в кикбоксинге у нас результаты. И лиц с поражением ОДЭ у нас. Поэтому здесь на самом деле гордость большая. И более чем приятно, что сейчас будет в 2022 году Олимпиада в Пекине. И наши ребята уже готовятся в сборных, чтобы участвовать на этих Олимпийских играх. И благодаря результатам наших спортсменов на сегодняшний день в сборной России у нас 96 спортсменов именно от Камчатского края по 21 виду спорта. Нам будет за кого болеть? Конечно. Не все поют на Олимпиаду, еще отборы. Но, конечно, есть на что посмотреть, есть за кого болеть. Потому что это колоссальный кайф, успех смотреть. И, конечно, не хочется цикливаться на огромных международных соревнованиях. Каждый вид уникален по-своему. Где-то огромнейшее будет достижение во всероссийских соревнованиях. Потому что, мы понимаем, есть огромная конкуренция по видам спорта. Самое главное, чтобы спортсмен, начинающий, он видел, кто идет впереди, кто его тренер. Потому что Наталья тоже сейчас является тренером. И, конечно, ребята, которые маленькие к ней ходят, они понимают, кто это и какая это гордость. И есть за кем идти. Я тоже в свое время когда-то ставил для себя определенную планку, скажу честно, сначала первый взрослый результат. Я его достиг, там, кандидат мастера спорта, достиг его. Потом мало, и, да, я там завершил карьеру уже мастером спорта по биатлону. И, конечно, вот это стремление. И мы должны говорить, показывать об этих людях. И самое главное, чтобы у нас были молодые тренеры. Молодые тренеры, которые, как вот, являются на сегодняшний день действующими спортсменами. Также не просто, когда уходили из спорта, уходили в разные структуры, возвращались к нам в спорт. Это очень важно. Этот опыт, он колоссальный. И его нужно передавать дальше спортсменам. Ну, а в целом победы спортсменов, это, конечно, результат коллективной работы. Где-то это спортивные школы, где-то это федерации. И вот в этом году копилка довольно серьезная по итогам. Это ли есть показатель благоприятных условий для развития спорта в регионе вообще? Что делается в этом направлении для создания условий? Конечно, это развитие инфраструктуры. Ну, не будет без инфраструктуры больших результатов. И это немаловажно. И на сегодняшний день у нас введены в эксплуатацию в 2021 году новые объекты. У нас мы получили в рамках государственного частного партнерства каток «Вулкан». Это прекрасное место как для профессиональных спортсменов, так и для любителей. Он оборудован помимо хоккейного полноценного поля, там, 56 на 26 метров, отдельно тренажерными залами, зал функциональной подготовки, тренерскими, раздевалками. Более того, существует еще дополнительная площадка на улице с искусственным льдом. И в настоящий момент ведутся работы по накрытию этой площадки, тоже тентовый, тоже будет крытый. Тем самым мы, больше наших детей сможет заниматься круглый год. И немаловажно, что здесь не только спортсмены. Да, на сегодняшний момент туда могут попасть просто любители покататься на коньках, а в субботу и воскресенье, конечно, тем самым, когда мы накроем и сделаем закрытую эту площадку, для наших жителей с нашими погодными условиями откроется еще больше потенциал проводить приятно свое время. Мне кажется, вот этот стереотип, когда говорят, что в Петропавловске, Камчатском полночь, мне кажется, в этом случае кто-то зажег лампочку в районе Солнечной. Это замечательно, конечно, открыть настоящий, современнейший комплекс, и жители Камчатки не нарадуются такому событию. Ну и не только открылся комплекс, да, вообще у нас в принципе инфраструктура, спортивная инфраструктура становится все доступнее и все лучше. Об этом неоднократно, о необходимости того, что нам необходимо улучшать инфраструктуру, говорил наш губернатор Владимир Солодов и давал такие поручения. Я предлагаю посмотреть материал о том, как улучшилась инфраструктура спортивная в Камчатском крае в этом году. И дальше продолжим. В этом году на Камчатке продолжилось активное развитие спортивной инфраструктуры. Первым событием 2021-го в этой сфере стало открытие ледовой арены «Вулкан». Комплекс запустили в феврале. Здесь есть не только каток, но и помещение для тренировки хоккеистов, оборудованное современным покрытием. Синтетическое покрытие, оно немного не такое скольжение, как на гладком льду, но есть сопротивление, да, и с этим сопротивлением ребята как бы стараются выполнить правильно броски. И на льду у них получалось легче и уже правильнее. Погодные условия нам не позволяли всегда заниматься на льду. И вот у нас были такие проблемы, да. Сейчас вот с этим сооружением стало намного легче, да, и интереснее, и ребятам нравится. Ну и ждем дальнейших результатов. Еще в этом году заработал спортивно-тренировочный центр у подножия Овачинского вулкана, где в июне и июле занимались воспитанники спортивных школ, а в августе прошли соревнования в рамках школы юного вулканолога. Также на Камчатке отремонтировали и построили множество небольших спортивных объектов во дворах и пришколах. Все в рамках государственного курса на развитие дворового спорта. Одна из таких площадок появилась при Гелезовской вечерней школе. Здесь есть многофункциональное игровое поле, тренажеры и снаряды, а также полоса препятствий. На эту спортивную площадку могут приходить жители ближайших домов. Это очень важно, потому что мы говорим опять про качество жизни. Сегодня вечером любой житель может прийти сюда, позаниматься на тренажерах, поиграть, и вечером провести достаточно хорошо и спортивно. Мы понимаем, что сегодня это важная составляющая для организации досуга и занятия наших детей. Именно спорт сегодня формирует характер и дает такую цель в жизни, куда можно стремиться, в спортивных секциях занимаясь, можно стремиться дальше и развивать в том числе свои спортивные навыки. А спортивный парк «Спартак», построенный в прошлом году, этим летом окончательно закрепил за собой статус новой точки притяжения для жителей краевой столицы. Горожане облюбовали тренажеры, снаряды и беговые дорожки. В любую погоду на площадках парка много людей. Кроме того, на главном стадионе края впервые за несколько десятилетий прошли соревнования по футболу межрегионального уровня. Сейчас большое поле «Спартака» готовится сертифицировать согласно требованиям Российского футбольного союза. Для этого его нужно обнести к ограждениям. Осталось разработать проект, который устроит всех. Я, например, в футбол в последнее время не играю, я бегаю. Мне комфортно бегать без заборов тоже, чтобы можно было по стадиону побегать, потом по большому этому, потом вокруг Култучного озера. И вот как-то, чтобы и эта возможность сохранялась, но при этом требования аттестационные, конечно, были соблюдены, и у нас ни в коем случае ребята не потеряли возможность соревнований проводить на этом ключевом объекте. Наконец, самый долгожданный объект – новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Водник» в южной части Петропавловска. Примечательно, что теперь у жителей Ленинского района появится свой бассейн. Раньше на занятия по плаванию приходилось ездить через весь город. Чашу бассейна отделывают инновационным материалом. Это сложный полимер, который будет обеспечивать как герметичность, так и эстетический вид, так и очень хорошие эксплуатационные характеристики, как по долговечности и стойкости к ультрафиолетовому излучению, к химическим различным веществам. В наступающем году на Камчатке продолжится работа по возведению новых спортивных сооружений, ведь для многих жителей полуострова спорт – норма жизни. Александр Косматов, Лисан Латыпова, Евгения Пылева, Антон Дутов, Антон Скрипаченко и Алексей Кузьмин. Вот и снова вернулись в студию. Наталья, вопрос к вам. А где вы больше всего любите заниматься? На улице в летний период времени. Ну, естественно, у нас сейчас открылся великолепнейший просто комплекс для стадиона «Спартак». В основном все летнее время. Если я нахожусь на Камчатке, я занимаюсь на нем. Это лето показало именно такие результаты. Точно «Спартак» пользовался успехом? Это очень приятно. И, конечно, мы его немного будем, ну, как немного, точно его будем развивать. По потребности мы поставили дополнительные тренажеры. И в плане у нас еще есть на 22-й год еще доставить туда воркаут-зону и тренажеры дополнительно. Потому что, конечно же, приятно, что туда может приехать целая семья. Кто-то занимается спортом, кто-то просто прогулку делал. Конечно, стадион, да, работает, по моему мнению. А я хочу еще поговорить про один долгожданный объект – ФОК «Водник». Наконец-то он у нас есть. Каково его дальше будущее? Какие планы на этот объект? В данном ФОКе это универсальный зал с трибунами для зрителей. Здесь будет два бассейна. Один 25 метров на 10 шириной и второй детский 6 на 10. Также будет спортивный зал с тренажерами, спортивный зал для бокса, спортивный зал для фитнеса. И, конечно, все это будет доступно для наших жителей. Дополнительно есть уличные площадки. Одна уличная площадка – это универсальная, которую мы тоже планируем, посмотрим, когда уже получим этот объект полностью. Тоже в зимнее время заливать его катком, заливать его лед. И вторая площадка с универсальными также тренажерами. Наталья, вы планируете посетить ФОК «Водник»? В первые же дни, когда он откроется. Надеюсь, что там будет секция единоборств, которую также могут посетить все желающие, от любителей до профессионалов. Я веду пока детские тренировки и планирую еще с Нового года открыть женскую самооборону. Константин Валерьевич, хотелось бы поговорить про тренировочный центр под Авачинским вулканом. Что там сейчас происходит? Какие планы на будущий год? Уже в этом сезоне, в летнем, у нас проведены тренировки для 12 групп спортсменов. У нас проведены соревнования на данном объекте. У нас также участники и туристические группы присутствуют на данном объекте. В сезон, да, по проектной документации он только действует у нас с мая по октябрь, сезонный, конечно. Но, тем не менее, у нас на сегодняшний момент дежурят там вахтовый метод. Именно присутствуют люди, смотрят. И, конечно же, там у нас также базируется и спасотряд. Спасотряд, мы даже для них помещение сделали в проектную документацию, и которая следит за туристами, которые идут, и что случается, они быстро реагируют. Конечно же, мы планируем дальше и в зимний период, и между сборьев, чтобы, конечно, туда люди приезжали, и туристы, и доступность снегохода. На сегодняшний момент, пока с маленьким смежным покровом, туда нет хорошего, нормального, безопасного подъезда. А если говорить про районы Камчугки, как развивается спорт в районах? Что произошло за этот год? Чего ждать в следующем году? В этом году по районам, благодаря проекту, губернаторскому проекту «Решаем вместе» установлено 20 плоскостных сооружений. Это и хоккейные площадки, и площадки с тренажерами, и воркауты, и футбольные площадки. Именно в муниципальных районах. И на следующий год мы также устанавливаем в Быстринском и Мельковском районе еще две площадки. Помимо этого, очень приятно, что Ельзовский район получена вся проектная документация, вся согласована, и в 2022 году начнется строительство зала единоборств. Прекрасное место его будет расположение, прекрасная проектная документация, и срок окончания – в 2023 год. Поэтому есть над чем у нас поработать и трудиться. И еще один проект, который будет у нас завершен в 2022 году, это строительство системы искусственного снегообразования на базе «Дельвейс». А вот новогодние праздники для спортсменов – время, когда можно расслабиться и отдохнуть, либо тоже приходится много тренироваться и работать? Я думаю, второй вариант – приходится много тренироваться и работать. Как я уже говорила, спортсмен должен быть готов всегда. Ну, я думаю, это можно отнести и к любителям спортсменам, потому что долгие каникулы, скажем так, очень сильно выбивают из колеи. И чтобы чувствовать себя хорошо, нужно держать себя в форме. А вот как считают любители, спортсмены, мы узнаем, потому что мы спросили у жителей Камчатского края. Новогодние праздники – это повод бросать заниматься спортом или нет? Занимаюсь примерно 2-3 раза в неделю в спортивном клубе «Крусбокс». Из-за того, что тренировки довольно-таки интенсивные, во время новогодних каникул больше предпочитаю каким-то зимним видом спорта. Это, допустим, отправиться покататься на горнолыжке, коньки – отличный способ во времяпровождения. И просто прогулка по центру города. Почему нет? Я увлекаюсь кроссфит, бег, езда на велосипеде и плавании. В среднем получается от 4 до 6 раз в неделю. И на новогодних каникулах – спорт, конечно же. Отдыхать не будете? Так это отдых. Я очень хочу на борде в этот Новый год попробовать, на снову борде покататься. Прям очень хочу попробовать. Если получится, я буду счастлива. Ну, вот так. Вообще, в каникулы я стараюсь дом посидеть. Отдыхать, да, так сказать. В новогодние каникулы мы будем пить. Я жаль чего. Есть, пить будем, как все. А спортом заниматься будете в каникулы? Конечно, да. Занимаюсь йогой для начинающих. Дома. А будете в новогодние каникулы себе устраивать? Обязательно. Я их жду не дождусь. Я хочу, чтобы заняться спортом. Заняться собой, конечно. То есть отдых себе не будете устраивать? Нет, лично себе нет. От работы – да. Чувствую, что в новогодние праздники надо будет заниматься спортом. Активно. Однозначно. И вот именно поэтому мы вас всех приглашаем на наши открытые объекты спорта уже с 1 января посетить, как горнолыжная база, морозная, дельвейс, и также лыжную базу и любимую всем лыжню здоровья. Уже с 1 числа будут подготовлены трассы. Поэтому приходите, наслаждайтесь спортом. Великолепно. Вот есть спрос, есть предложение. Будем активно заниматься спортом. Спасибо большое. Мы вообще любим добрые дела. На самом деле у нас есть очень важная миссия. Все наши гости дарят подарки детям с ограниченными возможностями здоровья. У вас такая возможность тоже есть. Давайте сделаем это сейчас. Да, я вот принес с собой такой подарок. И, конечно же, хочу пожелать, чтобы все нашли для себя любимый вид спорта. Мы обязательно передадим этот подарок его будущему обладателю. И надеемся, что, конечно, он принесет ему радость, счастье. И я так понимаю, что еще немножечко спорта в его жизнь тоже принесет. А у нас... А у нас поход на кухню, друзья. Отправляемся именно туда. Ну вот, друзья, мы переместились на кухню. Ну и сейчас будет готовиться какое-то интересное, новогоднее. Ну и, видя по ингредиентам, уже хочу сказать здоровое блюдо. Рассказывайте, пожалуйста. Это самый простой, суперлегкий и, самое главное, здоровый салат. Нам понадобится... Огурец. Легкий он в количестве калорий или в качестве приготовления? В качестве приготовления и усвоения. Тогда рассказывайте, что для него понадобится? Какие ингредиенты у нас есть на столе? Огурец. Огурец. Там ингредиенты все зависит от количества человек. То есть мы здесь, в принципе, собрали на две персоны. Аня, уходим. Я думаю, что нам как раз это для нас. Да, смотрите, авокадо, в принципе, да, лимон. Лимон, сок лимона понадобится. Сок лимона понадобится, хорошо. Это киви, два штука, и немножко кедровых орешков. Так, хорошо. Это плюет в новогоднее? Само по себе? Или в последневной жизни? Я использую это в последневной жизни, скажем так, когда у меня идет режим сушки. Ага. А сейчас режим сушки, кстати? Да. Так, и сколько нужно высушить из себя? Пока, слава богу, немного. Не говори. Два килограмма. А, понятно. Ну, а вообще это сложно? Ну, не знаю, я, например, люблю мясо. Не представляю жизнь без мяса вообще. Это как? Вот. Поэтому у меня сразу вопрос. Где мясо и почему нет майонеза? Это же новогодняя кухня. Я майонез, честно, сама очень редко, можно сказать, никогда его не употребляю. Ну, вредный продукт. Ну, как его можно? Можно, в принципе, заменить его йогуртом. Что готовите на новогоднюю? Я больше, наверное, к рыбному. Обязательно креветки. Обязательно креветки. Обязательно креветки. Возможно, гребешок. Ну, иногда. Вот креветки у меня обязательно. А в каком виде креветки готовите? Креветки я только жарю. У меня несколько... Какой-то особенный соус может быть? У меня несколько способов приготовления креветок. Вот. Конечно, зависит тоже от компании. Есть очень быстрый способ. Есть способ подольше. И способ, особенно когда подольше, как раз хорошо, что компания побольше, потому что там немного больше нужно готовить ингредиенты. Так. Ну, это какие-то острые, наверное, соусы, может быть. Ну, то, что острые, побольше чеснока, которым нужно очень мелко весь нарезать, его прям должно быть вот много. Не могу не спросить, как относится к майонезу министр спорта? Провокационный вопрос! Ну, честно, не могу прямо сказать, что отрицательно, потому что вот, ну, с борщицом нормально. А так я... И с оливье. Я сам к оливье. Ну, более думаю, да, один раз в год можно, на самом деле, поесть вот салатов, вот этих вот там, где много... У меня так семья постоянно работает. Вот от всего так, да. Ну, потому что мы... Знаете, наверное, на это и есть там праздник, Новый год, что нужно немного дать себе пославление. Нельзя же постоянно себя там ограничивать всю жизнь. Чтобы потом, в январе, как следует, снова по спорту, пойти там на каток, собраться на лыжные России с друзьями. Все верно. Пробежать каких-нибудь пять, а то и десять, Кэмэ, на свежем воздухе, вообще очень приятно. Наталья, а для вас там праздник, Новый год вообще семейный? Да, мы у нас традиция... Большая у вас семья? Да, большая. У меня три сестры. Средняя сестра живет в Владивостоке. Но мы периодически созваниваемся, то есть связь, конечно, поддерживаем. А здесь, на Камчатке, мы привыкли собираться с семьей, то есть мама с папой, старшая сестра и ее семья. У нас, скажем так, такой небольшой семейный круг. Так, есть ли какие-нибудь там традиции новогодние? Вы что-то делаете особенное на Новый год? Может, маскарад. Дед Мороз приходит. Ну, а вдруг там делаете бросок через... Так обычно я делаю, мне не разрешают так делать. Традиция, ну, не знаю, вот то, что мы уже собираемся с семьей, это уже для нас традиция, потому что, ну, не каждый же так поступает. Обычно своими маленькими семьями все собираются, а мы привыкли всей семьей собираться. Ну, тем более, наверное, посреди года не так часто удается встречаться. Тем более, посреди года меня-то семья не очень часто видит с моими разъездами. А тут действительно подведение итогов, какие у всех планы на будущее, поздравления, ну и, конечно, подарки, самые приятные. Ну, кстати, вот такой благодатный этот год, вот, наверное, в этом году может будет особенно похвастаться, погордиться друг за друга. Поддержит вообще семья вас? Конечно. Меня поддерживают друзья, в особенности мама. Это, скажем так, главный мой мотиватор. И главный, скажем так, деятель. Хотя, если честно сказать, поначалу моя семья была против. О, вот это вообще интересная история. Вы как оказались в рукопашном спорте вообще? Кто тот человек? Кто тот человек, точнее, что за деятельность подвигла меня к этому? Я с поселка, с поселка Авача. И в мое детство у нас не так было много, скажем так, каких-нибудь досуговых мероприятий. И у меня стал выбор. Между нашими коренными корягскими танцами, либо рукопашкой. Ну, выбор пал. В более брутальное направление. Были первые мои соревнования, которые я проиграла. Это для меня был такой удар, хотя мне там было, наверное, лет 7. Но меня это так, скажем так, взбодрило. Я себе сказала, не хочу я больше проигрывать. Хочу побеждать. Ну, так серьезно вы себя заявили. Я хочу сказать, что сегодня чемпионом мира на кухне готовим киви, салатик новогодний. Это очень здорово. А у вас как проходят новогодние праздники? Наверное, на лыжах. Про лыжи. Один раз, кстати, был Новый год на лыжах. Мы собрались спортсмены, это мы еще занимались. Это было лет 25 назад. Мы решили пойти на фейерверт, на елку, на лыжах. Ух ты! В центр города. В центр города. Это было... Встретились мы с друзьями на северо-востоке. И оттуда пошли. Но честно, полпути выдержали, была пурга. И в те времена не было такой доступности транспортной. Конечно, мы приняли правильное решение вернуться. Мне кажется, это вообще отличная идея. В Новый год дойти на лыжах до елки. Это, в принципе, как ельзовский спринт, который проходит по городу. Хорошая идея для мероприятия. Новогодняя лыжня. Главное, чтобы был снег, а не по асфальту идти. Это не очень хорошо получится. Мне кажется, мы готовы к чему-то... Миксовать. К чему-то. Все соединяем. Я так понимаю, что это очень ппшное здоровое блюдо. Да. Много витаминов, много полезного. Я хочу отметить самое главное, что оно очень быстро готовится. Мы уже почти все закончили. Можно добавить две ложечки орешек. И никакого майонеза. И никакого майонеза. Однозначно. Выдавливаем сок. А теперь, внимание, я так и знала, что это будет делать Наталья. Ну, вот, кстати, лыжное братство. Вот вы с теми людьми, с которыми катались так давно. Вы дружите, поддерживаете связь вообще? Нареза немножко. Лыжная, да. Мало уже общаемся. Конечно, большинство в соцсетях, потому что многие, конечно, уехали из Камчатки. С кем мы занимались, с кем у нас была команда. Эстафетная команда, в которой мы практически все выигрывали в России. Нашей эстафетной. Никого на Камчатке, кроме меня, из этой команды нет. И, конечно, мы общаемся, списываемся. В таком виде, конечно, благодаря все-таки цифровизации, интернету. Последние годы больше стали общаться. Сейчас удобно. Позвонил по видео, посмотрел, привет, передал. С Новым годом, поздравил. А, кстати, вы куда звоните, когда наступает 12 часов и бьют куранты? Я звоню в Владивосток, сестре. В центральную часть у нас в Ульяновске есть еще родственники, в Москве родственники. Все, конечно, созваниваемся, когда у нас Новый год, когда у них Новый год. И все радуемся. Есть, кстати, еще родственники в Японии. В Японии? В Японию звоните? Списываемся. Списывайтесь. Ну и правильно. Ну, кстати, что я хочу сказать. Осталось только, по-моему, перемешать, да? Давайте ложки. Перемешать. Можно ложечку. Ложечка. Есть. А еще у нас есть секретный ингредиент. А что это такое? Майонез. Наконец-то. Это же секретный ингредиент. Никто не узнает. А это у нас оливковое масло. Можно добавить тоже ложечку. Одну, полторы. На вкус. И все перемешиваем. И это действительно легкий и суперполезный салат. Мне кажется, это настоящая находка для каждой хозяйки. Причем не только на Новый год, но и на каждый день. Потому что 5 минут, он готов. И не надо после него ходить в спортзал. Нет, в спортзал, наверное, все-таки надо ходить. Да, но... Но после него нет. Но после него нет. Давайте пробовать? Давайте пробовать. Начинайте. Девушка, вперед. Мы первая. Вот так. Достаточно пп-шно? Да, дождем. Давайте подаводим там ближе. Да, попробуем все-таки. Это достаточно пп-шно. Точно заберу себе. А то мы тут с телевидения что-то готовим, а сами как будто не пробуем. Вдруг не настоящее все пластиковое. Пластиковое авокадо. Хрустит великолепно. Вам как? Прекрасное сочетание. Огурец, авокадо, киви. Очень необычное, неосвежающее. Прям по-тропическим. Я бы сказала. Поэтому, друзья, забирайте рецепт себе в копилку. Мы ее тоже себе заберем. И обязательно будем готовить на новогодние праздники, например. А нашим гостям спасибо. И мы отправляемся дальше. В нашей студии еще один гость. И он здесь не случайно. Это директор горнолыжной базы «Морозная» Виктор Владимирович Багун. Здравствуйте. Здравствуйте. Виктор Владимирович, очень особенный гость. Дело в том, что «Морозка» вообще всеми любимое место. Огромное количество детей, взрослых, дедушек, бабушек приезжает на «Морозку». Ну и вообще, Камчатка в уходящем году принимала чемпионат России по горным лыжам. Это огромное поле для беседы. Я думаю, что сегодня наш разговор будет максимально интересен. Как ваше настроение вообще в преддверии Нового года? Настроение вообще хорошее. Готовимся к открытию сезона новогоднего. Да, чемпионат России прошел. У нас в этом уходящем году прошел на очень высоком уровне. Но на этом мы не останавливаемся. В следующем году, в марте месяце, с 20 по 30, у нас будут проходить международные соревнования «Форест Кап». Это Кубок Дальнего Востока, Кубок Азиатско-Тихианские региона. И также чемпионат России. Сначала на год, а потом на после обеда. Чемпионат России по горнолыжному спорту пришлось переносить дважды. Провести соревнования сначала помешала пандемия. А в день запланированного старта соревнований еще и туман с дождем. Трасса довольно сложная, так как погода нам очень сильно помешала. Мы максимально сделали, что могли за эту ночь, за утро. Первая дисциплина соревнований – супергигант. У него самая длинная трасса, которая начинается с вершины горы Морозной. Здесь важно показать хорошую скорость. Так наоборот, солнце вышло. Его же не было вчера. Наоборот, все хорошо, супер. Лучшими в супергиганте стали два камчатских спортсмена – Иван Кузнецов и Юлия Плешкова. Как всегда, хорошая организация. Всем спасибо, всем хорошего настроения. Еще увидимся. Второй день чемпионата отменяют из-за пурги. Программу стартов меняют. В третий день соревнований – дисциплина с лалом. Длина трассы здесь всего 500 метров. Именно эту дисциплину нужно очень много тренировать, чтобы быть очень точным и быстрым во всех своих движениях. Победителями в этой дисциплине стали камчатский лыжник Александр Хорошилов, выступавший за Московскую область, и Анастасия Горностаева, также выступающая за Москву. Где-то под коркой еще осталось. Те, сколько, почти 15 лет тренировок в детстве здесь, поэтому я себя чувствовал вообще спокойно. Четвертый день чемпионата, выпавший на субботу, снова выдался солнечным. Дисциплина этого дня с лалом гигант. Лучший результат снова показал камчатский горнолыжник Никита Алехин. Среди девушек золото взяла Екатерина Ткаченко. Второй заезд был, но я понимал, что будет сложнее, тяжелее, потому что трасса после 30 человек уже разбита. Что надо именно уже больше риска, а там как пойдет. В заключительный день соревнований приезжим горнолыжникам пришлось познакомиться с камчатской пургой. Самые зрелищные командные соревнования проходили под мокрый снег и ветер. Решающий заезд. Камчатка-красная трасса. Камчатка-красная трасса. Последний заезд финала самый напряженный. На трассе встречаются два сильнейших горнолыжника. Камчатский чемпион Иван Кузнецов и московский чемпион Александр Хорошилов. По традиции этого чемпионата побеждает команда Камчатки. Ну и чемпионы страны. Камчатка-кроя. Чемпионат и Кубок России на Камчатке стали заключительными соревнованиями сезона 2021. Чемпионат, который прошел у нас в этом году. Давайте сначала поговорим о нем, а затем уже о планах на будущее. Чемпионат России у нас прошел уже второй раз. В 2019 году мы провели первый чемпионат России. В 2020 году мы готовы были тоже провести соревнования такого же ранга. Но, к сожалению, помешала у нас пандемия. И соревнования буквально перед началом отменили. И мы готовы встретить соревнования будущие, которые у нас пройдут. Но гораздо более подготовлено. Опыт, то, что уже такой чемпионат проходил, помог в организации в этом году? Конечно. Конечно. С каждым годом у нас получается все лучше. Организация соревнований все становится более высокой. Учитывая все недочеты, которые у нас были допущены, хотя это минимальное количество было таких недочетов. Соревнования вообще оценили федерация, международная федерация тоже очень на высоком уровне. И поэтому нам позволяет сейчас провести здесь международные соревнования такого уровня. Ну, вообще, говоря о подобного рода соревнованиях, это всегда большое количество приезжих спортсменов. Как они оценивают Камчатку? Как они оценивают нашу инфраструктуру? Спортивную, в том числе, конечно. Спортсмены очень хотят сюда приехать. Тем более, перед этим соревнования у нас проводятся на Сахалине, в нашем регионе. И перелет сюда, получается, удобный перелет, получается, небольшая разница во времени. И они адаптируются быстро, и что позволяет им соревноваться. Ну, также посмотреть нашу камчатскую природу. Судьи также хотят очень посетить Камчатку. Среди них там даже устраиваются соревнования. И кто поедет на Камчатку? Потому что большое количество судей необходимо. Судьи, обслуживающего персонала, который участвует в проведении соревнований. Таким соревнованиям трассу надо готовить. Катаетесь по нашему камчатскому снегу или все-таки по искусственному? Катаемся в основном по искусственному снегу. Тем более, во время проведения соревнований. Я удивлена, потому что я думала, что все дело в нашем камчатском снеге. Пробеговые лыжи говорят, что там Камчатка продляет зимний сезон, и поэтому сюда едут и на натуральном снеге катаются. Горные лыжи – другая история. Там больше предпочтение к искусственному снегу. Горные лыжи – такой специфичный вид спорта. То есть это мы летим с горы на лыжах с большой скоростью, и где нужно поворачивать. Естественный снег при больших скоростях, при большом давлении на него, он имеет свойство разбиваться, выбиваться, превращаются ямы. Трасса превращается в сплошные ухабы, так скажем. Искусственный снег же не позволяет этого делать. Практически одни условия для участников – что первый номер, что сотый стартовый номер. То есть равные возможности, чтобы всем обеспечить? Равные возможности. Ну, это прежде всего травмоопасность уходит у нас с искусственным снегом. Да, он быстрее, он скользен, на нем сложнее поворачивать. Да, любителям нашим горных лыж не очень нравится такой снег, потому что, ну, заставляет активно работать на нем. У тех, у кого лыжи не подготовлены, не точены, сложно повернуть. Ну, и падать на нем, соответственно, тоже больно. О каких скоростях вообще идет речь? Сколько развивает лыжник? Если говорить о скоростях, то самая скоростная дисциплина у нас – скоростной спуск, который в программе соревнований нет, супергигант следующий. Ну, в скоростном спуске у нас там, если кто-то смотрит, следит за соревнованием, там у нас скорости, максимальная скорость на участках достигает 140 км в час. Ого, так много? Это же можно… Да. Это практически японский автомобиль, где-то на хорошей трассе. Причем это на ногах, на двоих ногах. Не страшно? Ну, в спорт идут люди, те, кто это не боится. Как оборудуются трассы и кто это делает? Это очень серьезный вопрос вообще по безопасности проведения соревнований. Трассы должны быть огорожены от старта до финиша. Где-то частями опасные участки огораживаются даже тремя рядами сеток. Где-то один ряд, где-то два ряда, где-то три ряда. Самые опасные, соответственно, там три ряда. Это у нас инъекции. Плюс еще идет водяная непосредственно перед стартом. Инъекция? Да. Что это такое? Водяная инъекция. Врачи приходят на нас. Да, ну это как врачи, только судейская бригада. Они приходят, у них специально имеется инструмент для этого. И через форсунки под большим давлением впрыскивается в снег вода. Вода, именно вода? Именно вода. Под очень большим давлением, это 60-80 атмосфер. И промораживается тем самым снег, ну, сантиметров на 20. И что это дает? Вот как раз ту самую трассу, которая невозможна... Это дает ту самую жесткость трассы, которую мы должны соблюдать при проведении соревнований. Сколько ожидается человек, сколько ожидается спортсменов? Ну, в рамках чемпионата России, я так думаю, что будет порядка 150 спортсменов. В рамках проведения международных соревнований будут участвовать, ну, может, не такое количество российских спортсменов. Но иностранцев мы ждем, все будет зависеть от ситуации, которая у нас будет складываться на именно момент проведения соревнований. Но, насколько мне известно, очень многие изъявляют желание приехать именно на Камчатку. Для Камчатки это привычно, такое количество спортсменов? Или нет, мы поднимем планку? Я думаю, что это получается в среднем количество спортсменов, стартующих на всех стартах. То есть большее количество спортсменов, оно, ну, я думаю, что нецелесообразно даже. База Морозная сегодня, наверное, самый популярный спортивный объект, который есть вообще на Камчатке. Потому что ты приезжаешь туда в выходные и видишь сотни и тысячи людей, которые на свежем воздухе проводят время с пользой для души и тела. Поэтому тут сразу возникает вопрос, каких сюрпризов жителям, спортсменам, любителям ждать в этом году, в этом сезоне? Ну, первый, наверное, сюрприз. Это довольно значимый по поручению губернатора Владимира Викторовича нашего. Мы пересмотрели тарифы на подъемники на канатной дороге. И у нас будут более гибкие тарифы сейчас на использование подъемников. Это будет 50-процентная скидка на проезды школьникам, 50-процентная скидка инвалидов. Также у нас будет студентам, там немножко не 50-процент, там 75-процентов, наверное, будет скидка. Тарифы будут опубликованы эти. И, ну, так же, как у нас и было, бесплатно будут дети проходить до 125 сантиметров роста. Ввели мы еще сезонный абонемент. То есть человек приходит, покупает скипас, и он действует у него на весь сезон. 36 тысяч его будет стоимость. Я думаю, что для тех, кто ходит постоянно, это хорошее. Да, я думаю, что это будет пользоваться популярностью. А когда начнет действовать? Начнет действовать с начала сезона. Но до Нового года? До Нового года. Как мы откроем, так эти тарифы начнут действовать. Такой своеобразный новогодний подарок. Да, все будет зависеть от того, как мы подготовим трассу, трассу нашу к началу сезона. Ну, будем ждать снега сверху и сыпать искусственный снег. Новогоднее настроение уже появилось? Осталось-то чуть-чуть? Новогоднее настроение присутствует в любом случае. Чем ближе к Новому году, тем оно волнительнее и волнительнее. Тем более, что мы работаем с 1 января. У нас сложилась такая традиция, что 1 января морозное открывается. У нас в 12 часов. Всех ждет. И мы всех желающих ждем. Как опыт показал, что очень много приезжает 1 числа. Люди хотят вести здоровое образование. Я думаю, что это отличное начало года на горе, зимой на Камчатке, на горе. Ну, куда же ехать 1 января? Конечно, на морозку. Ну что ж, спасибо вам большое за такой интересный рассказ. Друзья, вместе будем встречаться на морозке. Мы поздравляем с наступающим вас, поздравляем коллектив «База морозная» с наступающим годом. И мы желаем, чтобы все задуманные цели, поставленные перед вами, все в этом году осуществились. И планка только повышалась и повышалась с каждым годом. Спасибо, что пришли в наш студент. Спасибо вам. Новый год – это любимое советское кино. Ну и еще и необычное задание для наших гостей. Сегодня они будут озвучивать «Кавказскую пленницу». Посмотрим на их версию фильма. Мы здесь посоветовались и решили, что честь открытия дворца мы предоставляем прекрасной женщине. Девушке, которая олицетворяет нашу новую судьбу женщины. Гор, понимаете ли, это студентка, комсомолка, спортсменка. И, наконец, она просто красавица. Вот это и есть то маленькое, но ответственное поручение. Прошу вас. Чем ближе Новый год, тем больше хочется шутить, танцевать и даже петь. А на нашем телемарафоне найдется все. Давайте предоставим слово нашим гостям. Вдох глубокий, руки шире, не спешите, три-четыре. Бодрость, духа, грация и пластика. Общее укрепляющее, утром отрезвляющее, если жив, пока еще гимнастика. Если вы в своей квартире лягте на пол, три-четыре, выполняйте правильно движение. Прочь влияние извне, привыкайте к новизне. Вдох глубокий, до изнеможения. Прочь влияние извне, привыкайте к новизне. Вдох глубокий, до изнеможения. Очень вырос в целом мире гриппа вирус-три-четыре. Ширится, растет заболевание. Если хилый, сразу в гроб, сохранить здоровье, чтоб применяйте, люди, обтирания. Если хилый, сразу в гроб, сохранить здоровье, чтоб применяйте, люди, обтирания. Если вы уже устали, сели встали, сели встали, не страшны вам Артика с Антарктикой. Главный академик Йофи доказал коньяк и кофе, вам заменят спорт и профилактика. Главный академик Йофи доказал коньяк и кофе, вам заменят спорт и профилактика. Разговаривать не надо, приседайте до упада, да не будьте мрачными и хмурыми. Если очень вам не имется, обтирайтесь, чем придется, водными займитесь процедурами. Не страшны дурные вести, мы в ответ бежим на месте, выигрыши даже начинающий. Красота среди бегущих, первых нет и отстающих, век на месте, общепримиряющий. Красота среди бегущих, первых нет и отстающих, век на месте, общепримиряющий. Дорогие друзья, пускай год будет насыщен честными победами. Пусть дух соревнования приносит самые яркие результаты. Пусть каждый выберет свой вид спорта по душе. Делитесь любовью к спорту с окружающими. В новом году ставьте самые высокие цели и покоряйте самые трудные вершины. И с наступающим Новым Годом! С Новым Годом! С Новым Годом!